Тема сегодняшней лекции «Что не так с добровольной секс-работой и с сексуальной распущенностью?». Лекция была опубликована на канале Сэма Вакнина 20 июля 2022 года. Ссылка на канал профессора в описании под видео. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Гендерные роли изменились и женщины усыновляют подобие мужчин. Я не спекулирую на мнении, оно не основано на личных предрассудках жена-ненавистника, которым я являюсь. Мнение основано на исследованиях, которые показали, что женщины описывают себя 8 раз лучше в мускульных тренировках, чем в 1990 году. Проблема женщин в том, что они подражают не той роли. Они подражают мужчинам-психопатам, мужчинам-нарциссам. Заметьте, есть хорошие мужчины. Не все из нас психопаты и нарциссы. Например, мы с тобой. Я думаю, это все имеет отношение к самовосприятию. Женщины воспринимают себя мужчинами. Я не вижу ничего плохого в моральном плане в обществе, в котором есть сфера секс-работы. Лично я бы не стал встречаться с секс-работницей, и у меня не было бы интимных отношений с ней. Но у меня также не было бы и интимных отношений с военной журналисткой или с женщиной-солдатом, или с женщиной-наемным убийцей. Это определенный вид личностей, который тянется к секс-работе. Как правило, это темные личности, субклинические психопаты и так далее. Я не хочу иметь отношения с такими людьми. Дело не в самой секс-работе. Дело в той личности, которая стоит за секс-работой. Но секс-работа – это продажа определенных частей тела. Мужчины делают это тысячелетиями. Например, в строительной отрасли мужчины продают свои мускулы. В моей специальности, в психологическом консультировании, я продаю мой мозг. Я продаю доступ к своему мозгу. Точно так и женщина продает доступ к своей вагине. Почему это должна быть отдельная категория? Либо вы осуждаете продажу доступа к частям тела, любым частям тела – мышцам, мозгам, гениталиям и т.д. Либо они все равны морально и социально. Итак, рассуждение о секс-работе патриархально. Это инструмент управления социальным контролем. Мужчины установили осуждение секс-работы для того, чтобы опустить проституцию на периферию общества, где ее можно было бы контролировать. И благодаря этому контролю обслуживать потребности мужского населения. Это историческая вещь, которая не имеет ничего общего с чем-нибудь объективным. На самом деле, секс-работа очень полезна для общества. Она помогает мужчинам, которые не способны встречаться или иметь отношения с женщинами. Она не предполагает никаких условий, никаких осложнений, связанных с сексом. На мой взгляд, в этом смысле снижается заболеваемость и распространенность половых преступлений. Это очень полезная вещь. Она должна быть институционализирована. И действительно, в определенные периоды истории и в некоторых обществах и культурах, проституция была институционализирована и даже считалась священной наряду с богами. Это викторианское похмелье. Женщины, которые в конечном итоге становятся секс-работниками, обычно проходят более раннюю фазу распущенности и неразборчивого сексуального самобичевания. В итоге они понимают, почему бы не сделать немного денег на этой деятельности, которой я так или иначе занимаюсь. Я думаю, что это довольно глупо отдавать свой товар бесплатно, когда на этом можно заработать. Я уже говорил, что все мы немного продажные проститутки. Я продаю мой мозг, например. А осуждать секс-работу – это просто мужской способ контролировать женщин. Большинство секс-работников сообщают, что секс-работа вдохновляет. Они могут выбирать среди мужчин конкретных мужчин, постоянных клиентов. Они знакомятся с очаровательными мужчинами, они могут вести регулярную половую жизнь. Ведь большинство секс-работников гиперактивны. У них очень сильное половое влечение. Их приглашают в рестораны, бары, клубы. Они путешествуют по всему миру. И они часто заканчивают свою рабочую карьеру тем, что находят богатого мужа. Это тип спасателя, тип таксиста, тип фиксера. Как Роберт Де Ниро – тип таксиста. В итоге у таких секс-работниц все хорошо. Им за 40 и они оказываются в семейной структуре. У некоторых из них есть дети, согласно статистике. На самом деле много секс-работников в конечном итоге вступают в брак и за пределами их работы. Конечно, я забыл упомянуть и секс-работников, которые занимаются групповым сексом, извращенным сексом и т.д. Я имею в виду то, что секс-работа – это идеальное место для получения всего этого. Но я делаю различия между секс-работой и беспорядочными половыми связями. Секс-работа – это выбор. Иногда это крайний вариант. Но это всегда выбор. А сексуальная распущенность – нет. Сексуальная распущенность – это не о том, сколько сексуальных партнеров у вас есть. Это общая ошибка. У вас может быть 100 сексуальных партнеров, и вы не сексуально распущенный человек. Сексуальная распущенность – это почему вы вообще занимаетесь сексом. Если вы ищете секса по неправильным причинам со всеми неправильными людьми, вы сексуально распущенный человек. Сексуальная распущенность не имеет конкретного пола. Люди склонны говорить о беспорядочных женщинах. Но мужчины тоже могут быть беспорядочными. Сексуальная распущенность – это поведенческий паттерн, когда прибегают к сексу из-за неправильных причин. Например, из-за самоуспокоения, из-за укрепления или восстановления самооценки, из-за желания понравиться. Мы называем это неавтономными причинами. Это желание быть принятым. Транзакционный секс. Например, секс в обмен на бесплатную выпивку или секс в обмен на то, чтобы быть разбитым. Это все сексуальная распущенность. Сексуальная распущенность, в отличие от секс-работы, имеет только отрицательные результаты во всех возможных случаях. Сексуальная распущенность способствует тревожной депрессии и злоупотреблению психоактивными веществами. Они очень тесно связаны. А на социальном уровне сексуальная распущенность делает мужчин более агрессивными, когда они отвергнуты. Мужчины стали ожидать секс в течение часа. А если они не получают секс, они сразу начинают чувствовать себя отвергнутыми. И многие из них становятся жестокими. По этой причине количество случаев сексуального насилия резко возросло. Более четверти женщин были изнасилованы. А одна треть женщин испытала опыт сексуального нападения. Статистика такая, которой не было никогда прежде. Я имею в виду, что это беспрецедентно. И это потому, что женщины ведут беспорядочный образ жизни, а мужчины ожидают от них этого. Сексуально распущенные люди – это темные личности, большинство из которых являются субклиническими психопатами. Точно так, как и сексработники. Но в отличие от сексработников, их сексуальность не регулируется. Это форма отыгрывания. Секс-работа является преднамеренной, запланированной и совершенно контролируемой. Конечно, сексработник может столкнуться с жестоким клиентом. Но это может случиться и на обычном свидании. 27% первых свиданий заканчиваются изнасилованием. Люди, ведущие беспорядочный образ жизни – это люди, потерявшие контроль над тем, как они используют секс, как секс интегрирован в их жизнь. Распущенность вызывает привыкание. Беспорядочные половые связи – дофаминергические. Это и поиск новизны, это и безрассудное поведение. Все это немного напоминает психопатию. Это становится зависимостью и от этого очень трудно избавиться. Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, имеют тенденцию к рецидиву. Я еще об этом буду говорить. И, наконец, люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, занимаются сексом без близости, без смысла, без эмоций. Беспорядочный секс – это в основном физиологическая мастурбация, при помощи тела другого человека. Это становится укоренившейся привычкой, зависимостью, которая всплывает на каком-то этапе жизни, как я уже говорил. Рецидивы беспорядочного секса распространены. Как показали исследования, партнеры, которые вели беспорядочную половую жизнь, изменяют в пять раз чаще. Беспорядочная половая жизнь определяется наличием 10 или более партнеров в возрасте до 30 лет. Я думаю, что это заниженное число. Скорее всего, речь идет о 20 или 30 партнерах. Но это не имеет значения. Даже если речь идет о 10 партнерах или о 4 партнерах, уже наблюдается заметное увеличение склонности к обману. Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, гораздо чаще обманывают. И делают это серийно. Они серийные мошенники. Они, как правило, не в состоянии посвятить себя романтическим взаимоотношениям. И расстаются они в 10 раз чаще, чем обычные люди. Если вы в отношениях с интимным партнером, который раньше вел беспорядочную половую жизнь, у меня для вас плохие новости. Это значит, что он или она не будут преданы в романтических отношениях. Измена будет практически обязательно. И расставание будет обязательно. Поэтому зачем идти в такие отношения? Беспорядочная половая жизнь – это привычка, захватывающая привычка. Рекомендую вам почитать книги Кэрри Коэна. Эта привычка захватывает мозг. Условиями беспорядочной половой жизни является разрыв любой связи между сексом и настоящей глубокой длительной близостью. А ведь это основа интимных отношений. Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, десенсибилизированы, а не мевшие. Они занимаются сексом, как роботы. Там нет настоящих эмоций. Вы не можете просто взять и выключить это. Вы не можете внезапно стать заботливым, эмоциональным, жаждущим и дающим интим и любовь в каких-то одних отношениях из 50. Вы не можете просто взять и выключить беспорядочные половые связи из прошлого, как ни в чем не бывало. Тот образ жизни захватил мозг. Поэтому вы не можете испытывать полноценные эмоции, осмысленный и интимный секс после того, как у вас за спиной 15 лет бессмысленных, безэмоциональных сексуальных связей. Нет пути назад. Поэтому секс-позитивность контрфактуальна. Это неправда. Это бросает вызов десятилетиям кумулятивных исследований. Секс-позитивность является пагубной и опасной идеологией, которая разрушила и до сих пор разрушает жизни бесчисленного количества молодых людей. Поэтому я выступаю против секс-позитивности. Надеюсь, я ясно выразился. Как я сказал, я не против генетической сексуальности, даже если у вас несколько партнеров. Если это ваш выбор, если вы пытаетесь найти хоть немного близости, в этом нет ничего плохого. Если это секс-работа, в этом тоже нет ничего плохого. Но беспорядочные половые связи – это патология психического здоровья. Беспорядочные половые связи очень опасны и неправильны. Они должны быть объявлены вне закона, криминализованы и окончательно исключены из университетских учебных программ, связанных с гендерными исследованиями. Сегодня секс-позитивность изучается во всех крупных университетах. Это не сильно отличается от критической расовой теории, а должно быть создано абсолютное движение против этого. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.